я никогда не видел таких дворов чтобы было такое разнообразие растений привет мои хорошие хочу я вам сегодня рассказать об одном интересном месте которое возможно заинтересует некоторых из вас особенно тех кто хочет украсить свой двор давайте пройдем вот это сад может ли обычный двор быть похожим на сад я никогда не видел таких дворов чтобы было такое разнообразие растений друзья обратите внимание обратите внимание нужно просто смотреть на то что в этом дворе есть я вам скажу человек профессионально занимается выращиванием вот таких вот хвойных да и не только хвойных растений здесь можно бродить и часами рассматривать в частности конечно это интересно тем кто интересуется кто хочет свой двор преобразить я выращиваю растение кроме этого я занимаюсь ландшафтным дизайном то есть озеленяю территории местное самоуправление я озеленила здесь много частных участков мне помогает сын и моя семья можно к вам обратиться вы поможете подскажите и выполнить работу ценовой политики то есть все услуги мы предоставляем у вас есть какой-то сайт или как к вам можно обратиться посмотреть что у вас есть развивались есть но это нет сайта у нас нет был когда-то до войны дело в том что мы со станицы лугавской у нас там большой питомбик ну как порядка гектара и пришлось половину сюда перевести поэтому поэтому надо вас смотреть сайт заброшен но что вам сказать все по договоренности вот и все проще с вами созваниваться договориться озеленение и там и я сам у вас разнообразие либо услуг сколько интересных растений вот все есть для того чтобы нужно было украсить свой двор посмотрите кружков маленькая кружка да не уже огромные плоды сосны я видел там с той стороны какая-то маленькая сосеночка а здесь вот с длинными иголками это типа крымская ну как-то нарастет интересной формы тоже какая-то специализированная сосна а вот и обыкновенная да я не очень разбираюсь в деревьях я извиняюсь сразу но здесь такая красота которую я хотел бы видеть в своем дворе был бы у меня свой двор просто youtube канал денис ведерников называется мы покажем расскажем номер телефона дадим пусть люди обращаются звонят дело в том что мы с сыном работаем постоянно в земле нам совершенно некогда рекламой заниматься понимаете а нанимать это только зря тратить деньги я так понимаю было у нас такое раньше создавали мы сайт свой до войны у нас все было попадалось все как-то это связи с этими делами распалась а сейчас все некогда сегодня когда мы формируем полем озеленяем ну то есть много работы по месту понимаете говорят при хорошей рекламе и товар не нужен него случае у вас как раз то что нужно людям знающим думаю сайт запускает кому так сказать и надо рекламировать у них может быть и ход не такой растений а мы не рекомендую нас у нас знаете что работает у нас работает сарафанное радио да да люди от одного к другому передают мы так и узнали а у вас собственно это раечка до для для это называется раечка возможно она имеет какое-то название совсем другое а вот маленькая сосенка растет кустом тоже классно и тут видимо-невидимо всевозможных кустарничков цветочков деревьев по ценам как ну цены совершенно доступно я же говорю от маленького до великого вот и начинается трехлетка 150 гривен и пошла дальше все зависит от горшка надо горшок купить надо удобрение положить самое хорошее удобрение осмокот который дорого стоит это не наше удобрение это импортное удобрение которые работают балансированно работают хорошо работают именно в грудь и в горшке хотя их можно вносить и в открытый грунт ну и пошли дальше чем бы взросли растения тем дороже естественно а вообще можно от черенка даже купить который стоит 20 гривен а корень или чем-то хотите я вам покажу вот у меня нету хороших условий большой теплицы а вот маленькая тепличка покажите это маленькие туйки да так вот чего они начинаются видите ага здесь уже листики появляются здесь тоже надо смотри там колеса сдается то есть это делается видите взять гортензии кстати он уже листики дает гортензия можно зелеными весной а вот эти это уже получается проросли сколько сколько им маленькие это три года растут до и 150 гривен всего лишь три года выращивается растение вот такое туечка и за 150 гривен можно приобрести не представляете можно себе двор засеять вы на три тысячи можете 20 тую себя во дворе посадить вот таких которые три года уже растут и пусть растут даже камушки есть чтобы украсить двор причем всевозможное все что нужно для ландшафт дизайна в общем обращайтесь люди профессионально занимаются развиваются цены ломовые не делают возможно пока ну а нам не жалко их пара рекламировать почему бы о хороших людях не рассказать это город старобельск выезд на ново псков вот номер телефона обращайтесь подскажут помогут а и и и и и и и и и в рекламе в которую люди не вкладываются сказано что здесь есть кроме декоративных растений плодовое растения и вам ландшафт сделают спроектируют и даже создание водоема обеспечат вот такие вот дела друзья вы говорите в старомельске ничего нет от наше приобретение будет теперь расти в одном из дворов рубежного у вот внутри он